ну вот друзья это моя имени колбасная фабрика вот видите колбаска бекон вентилятор специально его поставил для того чтобы быстрее наша колбаска и сальца подсушилась это у нас будущий балычок корейка сушится невероятный деликатес разные колбасы с разным вкусом это будет типа испанская типа чоризо острая это чесночная с луком и разные другие так что вы дома можете сделать то же самое вот смотрите только что положил здесь среднем 6 килограмм колбаса бекон корейка процесс копчения у нас закончился мы закончили коптить посмотрите сколько у нас получилось если вы еще не посмотрели наше видео о нашей мини коптилки как мы ким образом мы это делаем все на балконе посмотрите все легко и просто это вот у нас сыроверный бекон это различные колбас но вот посмотрите наша корейка какой у нее цвет какая она плотненькая вкус просто божественно нереально сегодня я не собираюсь вам давать никаких рецептов единственное что я сегодня хотел вам сказать что в домашних условиях вот с такой мини коптилкой с мини генератором вы можете делать для своей семьи большое количество колбасных изделий вот у меня здесь 6 килограмм я приготовил это на две семьи что вам нужно вам нужна нитритная соль вам нужна черева вам обязательно нужен вот такой вот термометр вот такая колбаса это варена копченая с нитритной солью настоящий вкус он очень похож на краковскую но чтобы ее приготовить вам нужен вот такой термометр приобретите его ну и конечно же время например чтобы приготовить вот такой вот бекон соровели нам нужно 11 дней чтобы приготовить колбаску нам нужно в среднем 5-6 дней чтобы сделать вот такую прекрасную корейку нам нужно с вами тоже 5-6 дней наберитесь терпения но результат вас всех порадует ну спасибо за просмотр надеюсь что вам было интересно полезно увидимся в следующий раз пока